Ну что, наконец-то настал этот день И мы едем сажать картошку Сейчас покажу А едем мы до теплицы Вот у нас 5 картошенок Юлия Александровна готовит грядку И я вот ей говорю, ты какой-то занимаешься ерундой У нас ведь есть мужик, мощный мотоблок Мощная приспособа, в который в чан закидываешь мешок Едешь по кайфу и все сажается Ну что, поехали на ИЖ, перемещаемся У нас мама сажает 5 картошенок своих на грядку Мы сейчас покажем мастер-класс Зарядим целый чан в удовольствии и по кайфу Сейчас выставляем глубину закапывания Слушай, а на какую глубину закапывается-то обычно? Вот, смотри, вот так закапывает этими На какую глубину обычно? На сантиметров 15, да? Ну вот у нас так и получается Сантиметров 15 И вот эти вот штуки должны у нас закапывать Получается Это баранит, как плугом Так закидывается Это у нас картошка Я думаю, оно не влезет Да, это не влезет А вот мелкие-то, я думаю Короче, надо насортировать здесь Ну да Я думаю, чан закинем, а там уже видно будет Но открутить еще здесь Пробка Что за пробка? Ну вот, два раза меньше надо Ну да Так, здесь вот капало Откручиваю Так, короче, я мешок вытаскиваю Вот, раскидываю Давай, давай Так И вот так получается Щеки выставляю Отличный зал, блин Вот сюда К нему приходится Интересно Будет оно сажать Или нет Вот, засними как это изнутри Вот, то есть мы опустили Получается, он закидывает туда в лунку И здесь закапывает А, кстати, надо их сжать Все-таки вот так вот Чтобы закапывал Делает Горочку такую Делает те катки думали потянет у на этих колесах да конечно по пашню врезался не тянет картофель сажал были к этому из этого сейчас скручиваем крылья и ставим вот такие лапти и вперед здесь у нас уже сортируется картошка срек что сортируется на картошка а то есть и маленький ну понятно понятно конечно маленькие картошки сортируем и вперед ну что тюнинга ну или быстренько скинули лапти вот такие поставили такие крутые наворочены огонь конечно я думаю сейчас он должен потянуть должен должен а 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 поменять чтобы не проскальзывал и колесо цепит и посмотрим как будет дальше вот видите зацеп вставлю в другое положение и там на колесо получается местами поменять лучше не тянет даже сам себя сейчас надо поменять костюм по-другому а 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 и а и и и а мы Ну ничего не идет Не идет Хочешь по килограмм и что, наверное, сверху Смотри, что Смотри, он, да, сам по секунду не идет Чудок верь Там сам по секунду не идет Попробуем сейчас еще уменьшить глубину закапывания Ну вот сколько вот сейчас здесь Смотри глубина Ну так-то много Да, много Немного, давай еще убавим Ну он даже сам не едет, блин Че за ерунда Так, давай еще уменьшим Давай вот так, да? Примерно опустить Чтоб сразу прикинуть Ну вот так Плюс утопает, да? Перерезает Ну давай попробуем Вот так вот, да? Меньше, потому что точно нет Так, сколько это? Слушай, еще надо, чтобы Кто бы туда заступил Давай попробуем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, что-то идет, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, он не зайдет И он как-то, смотри, лунку делает, да? А, тут уже закопано А тут-то... А где? А там-то нормально Смотри, он идет здесь, получается Вот смотри, видишь, углубление А этот идет тут Ну, это ты поворачивал? Ну, да Ну, опять же, на таком расстоянии Глубина закапан-то вообще небольшая Маловато Он тогда не пойдет или что? Это вообще непонятно, не идет Теп, пойди сразу Я думаю, вот, где я тихонько пойду Ну, вот, смотри, вроде как Подожди, давай крытошку положим Я думаю, пошло Ну, что, так, типа, да? Что-то надо было выехать куда-нибудь Знаю Ага Это сразу Ну, давай попробуем Как пойдет вообще По-насадечку подожди как первое там штуки 4 ну да обойма заряжена почему снаружи то оказалось это почему-то крутится не хочет она крутится с режимом закапывания разы с режимом копания и сажания разобрались теперь на разобраться настроить эти чашки чтобы закапывал посмотрим посмотрим каким шагом у нас закопала так чуть где о вот как раз карта жди надо глубину глубину на сколько нормально ну в принципе где-то вот так получается закопалка вот первая просто мелкая ну что погнали нормально что настроили серега на свою боевую точку и понесло поглядывай если что пустые будет обоим и ты поправляет и снимай как это у нас так а 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 Оп! Отлично! Давай попробуем без тебя! Это лучше, я закалываю тебе! Нет, без дружины уйдет абсолютно! Давай! Поднимай! Без груза не идет абсолютно! Надо, чтобы кто-то был на мотоблоке, либо утяжелители обязательно! И тянет! Давай! Поднимай прямо! Смотрите, что я делаю! Не делай прямо! Поднимай! Поднимай! Пойдемте! Субтитры сделал DimaTorzok Через жопу все Короче, я не знаю, что Что я делаю не так Но очень тяжело ехать прямо А когда ты едешь не прямо Вот, картошка не закапывается Чашки не работают Вот на прямых участках Вот здесь картошка закопана Я не знаю, с этим адаптером Очень тяжело ехать прямо Очень тяжело Я уверен, что, в принципе, если ее поставить Отдельно на мотоблок То это будет как-то контролируемо Наверное Не знаю Сейчас опять снова выкапываю Пробую Ладно, тестим Видишь, его это криво будет Потому что колеса буксуют И Короче, вот что я делаю Смотри, колеса буксуют И у меня морда смещается Морда смещается А морда-то она тебе не волнует Так, видишь, она в бок уходит Да, задняя часть волнует Ну вот смотри Если я сейчас наше, если рулить не буду Попробую вообще не рулить Доехать прямо Он все равно будет в бок смещаться Он буксует колеса Как будто на колеса пошире Чтобы зацеп был уверенный Тогда и морда не нужна Если он будет хорошо гриппси Видишь, у тебя его управление Тут другое Какой этот Тапочка, знаешь У нее кузовки видишь В том-то и дело Блин, ну опять ерунда какая-то Давай Будем пробовать Или типа как у этого Как у погрузчика У него тоже рулевые колеса сзади Ну вот Не получается ехать прямо вообще с ней Просто Не получается Давай снова дубль Дубль 20 Дубль 20 Погнали Постараюсь сейчас ехать прямо Но почему-то не получается Ахахахаха Постараюсь сейчас ехать прямо Катичится Пока Погнали Снимался В Погнал Я и говорю, он смещается, буксует и смещается, и получается вон раскривушка, и нифига ничего не закапывает, ни картошку, ни картошку. А крыло пускал по концу. Так вот, вот, из-за адаптера, как будто на вперед ему все-таки зацеп в разы больше, чтобы он себя уверенно. В принципе, картофеля сажалка-то рабочий вариант. Закапывает, выкапывает, закапывает мою... Так, что у нас, какой диапазон закапывания? В принципе, где-то сантиметров сорок, да? Так-то уверенно. Выкапываем картошку. Выкапываем. Слушай, так-то четко закапывает. Прямо вровень. Вровень, как надо. Ты здесь уже достал, да? Правда, вот у нас не получается рулить. Прямо ездить. Вот это да. Кстати, тут же блокировка дифференциала есть. Может быть, действительно, вот эти рычаги, я их снял, но они на руль. Тут их задашь закрепить некуда. Может быть, вот как раз, когда ты едешь на мотоблоке, ну... А они у тебя не это что-то? Ну нет, как будто бы они равномерно крутятся. Но когда ты попадаешь, зацеп пропадает, то его вот в бок смещает. Ты начинаешь подруливать, вот такая фигня. А так бы был бы дифференциал, я бы то место, которое пробуксовывает, бы его поджимал, чтобы другое помогало, чтобы он ровнее шел. А тут у меня возможности такой нету, получается. Только руль. И все. И вот она все через заднее место, блин. Ну, сейчас мы еще раз, последний раз мы попробуем. Ну, и будем принимать решение. Но это мучение, честное слово. Там Юля у нас быстрее все посадит пять картошинок своих. Ай, е-мое, ох! Так, ладно, ели. У нас сейчас основная цель даже уже не посадить картошку, а просто проехаться с этим адаптером, с этим адаптером, с этой периспособлением по прямой. Ну, просто не получается проехать по прямой. Ну что, Серег, давай, ты готов! Давай, поехали! И еще раз! Ты не ездил здесь, куда? Нет, не спасла тебе! Я, справа, не ездил, как ты не ездил. Я, справа, не ездил, как ты не ездил. Да, он идет, как ему угодно. Он засними, как криво уходит. Хотя стараешься, ровняешь. Ну вот и получается у тебя... Вот, получается, он все равно криво в бок уходит, потому что... Это у тебя основное ведущее, а то подключаемое. Но тут нету блокировки. Вот я ее снял, как бы, чтобы можно было блокировать колеса, потому что здесь ее никак не поставят с этим адаптером. Одним словом, вот с этим адаптером картофелесажалка, ну, неэффективна вообще. Потому что, ну, невозможно попробовать проехать по прямой постоянно. Сейчас я покажу. Все время нас куда-то утягивает. Туда, куда проще, туда и утягивает. То есть, вот, если участок у нас... Вот отсюда, если здесь метр, то туда на два уходит, и все. И когда идет в кривь, то тем самым... Вот напрямую участку картошка закапана. Как пошло на искос, все, она вот, она вся лежит на поверхности. Да уж, да уж. Ну, настроить главное мы ее настроили. Выводы сделаны. Во-первых, чтобы работать этой картофеле сажалкой, нужно обязательно мотоблок нагружать. Причем, Серег, ты сколько весишь? 60. 60, это даже мало, потому что, ну, пробуксует, чувствуется, что веса не хватает. С учетом, что я еще сижу здесь. То есть, блины у меня, по-моему, на килограмм, на 20, блин, этого мало. Ну, хотя они будут на носу, на носу, в принципе, будет нагружать. Ну и, я так понимаю, адаптер здесь бесполезен, именно сажать картошку. А так, в принципе, мне понравилось, что она действительно, как бы, делает бороздочку, закапывает. Понятно, я понимаю, что нужно кому-то идти рядом и следить, чтобы каждая картошина попадала сюда, в тарелочку. Но, тем не менее, закапывает, закапывает. Ну, вот с управлением, конечно, да. Мама все-таки нас сделала. Пять картошин, говорит, пойду посажу, говорит, на грядке, у меня полгрядки, свободная. Я говорю, ты что, какой-то ерундой занимаешься, блин? Сейчас я тебе покажу, как нас сажать, думаю, сейчас как мешок, в удовольствие, по кайфу. Но нет, по кайфу и легко, в удовольствие, только на рекламных роликах. А вживую оно, ну, вот так, к сожалению, получается. Ну и, кстати, вот эти катки, надо ставить их больше. Во-первых, направление вот так, по другому направлению вообще не работало. Зацепа нету, мы пробовали, вы это видели. Или катки нужно шире, ну, я не знаю, в два раза, да, вот наварить, в два раза сделать их, я думаю, будет намного лучше зацеп, будет ехать увереннее, может быть и ровнее. Короче, важно, чтобы она не пробукцовала, в принципе, может даже и с этим адаптером поедать. Надо тестить, надо пробовать, нужно дорабатывать, нужно придумывать. Ну, а что? А мы продолжаем тестить. Кстати, по поводу даже вот этих вот колес, ну, у меня здесь, я бы не сказал, что такая рыхлая земля, я не сказал, что пашня, но я вот честно не понимаю, насколько тяговые качества у этих колес. Если, допустим, подцепить тот же плуг, либо окучник, ну, мне кажется, будет, ну, канитель, не потянет, потому что даже здесь, даже небольшое заглубление, вот мы там настроили, там же настраивается глубина закапывания, что-то с порядка 10 сантиметров, он просто не тянет. В одного вообще не тянет, даже 5 сантиметров, просто, ну, не тянет, буксует. А если еще человек садится, он еле-еле-еле-еле пробуксовывает. Очень сильно буксует, а буксовать он не должен, это однозначно, зацепа не хватает. А если, к примеру, паханая земля, сейчас здесь уже она уже страмбовалась, сколько месяц уже, то я не знаю, как она будет работать. Ну, это чисто мое мнение, я дилетант в этом всем, просто разбираюсь своими силами, выясняю, тесте, сейчас собираем картошку, но, видать, в этом году мы ее не посадим. Может, и посадим. Короче, время покажет. И покупать трактор. Кстати, действительно, попробовать вот эту скобу приварить к квадроциклу, к зале, к фаркопу, и ехать. О, да-да-да, вот же. Ну, слушай, зацепляют уверенно. Когда становится картошки мало, картошки мало, когда становится, она не зацепляет, вот как раз тогда нужно вот... Подожди, 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 картошку, картошку зажал. Ладно, коленам не тыкнется, вы эти колесики? Ну, слушай, блин, я расстроился, честно. Он просто раскроился, что, блин, такой секс просто дикий. Естественно, расстроился просто-напросто. Ай, е-мое, я думал, блин, он будет... Я думал, он будет работать. Ну, вот эти колеса, однозначно, дело в колесах. Колеса надо дорабатывать, это 300%. Потому что, ну, нету зацепа. Я не понимаю, а по пашне тогда как бы он поехал? Да, никак. Никак бы просто не поехал. Если вот лютые пашни, вот как вот было, да? Он бы как бы поехал? Он бы вообще бы не поехал с такими колесами. Вот просто делают, ведь вот это... Это оригинальные Невовские колеса. Зачего они? По глине ездить, как вот? Прям вот, ну, не хватает зла, блин. Что за ерунда? Берешь за такие деньги, блин, кусок говна, железа, блин. Ой, е-мое. Как в Формуле 1 колеса нет? Такие деньги, блин, и не могут доработать. Блин, они же, ну, профессионалы ведь, ну, какая-то должна быть... Как-то должны ведь проводить испытания, я не знаю, своих вот этих вот всех приспособ, да? Ну, просто банальное испытание. Дали там какому-нибудь фермеру-то и сказали, на, держи тесте и скажи свое мнение. А такое чувство, видео где-то посмотрели, фотографию? О! О! Давай сделаем вот так, и все. И сделали бы еще бы, еще тоньше, блин. Этот адаптер тоже колесико тоненькое, велосипедное бы поставили, чтобы вот конкретно была жопа. По идее, должно работать. Да, да, допускаем, должно работать. Да, само отвалится, сейчас пока едем, все отвалится. Мы прощаемся с вами до следующего дня. Так скажем, попробовать мы все равно должны. Попробовать мы все равно должны. Я буду находиться, сидеть жопой на баке. Картофель и сажалку мы цепляем к задней части мотоблока и едем вперед. Попробовать мы все равно должны. Ну, как же все-таки получится. Тем более, отверстия, вот эти отверстия, между всего, очень идеально подходят вот сюда, на это отверстие. Так что... Ну, это будет следующая серия.